Многие топ-чемпионаты подошли к концу, осталась только Ла Лига и серия А, но интриги там практически не осталось. Всем привет, с вами Юрий, канал Диванный Футбол. И сегодня мы поговорим о последних турах этих чемпионатов, которые не закончились, а также подведем итоги всего сезона. Начинаем. Последний тур Арсенал принимал Вулс. Турнирного значения этот матч никакого не имел. Это была игра, но здесь даже по счету видно, что Арсенал отпустил от себя весь этот груз ответственности. И они просто и банально начали играть в свой футбол. И результатом они сильно не дорожили. Понятно, что они хотели при родных трибунах подытожить этот сезон на какой-то такой позитивной ноте. И у них в принципе это очень хорошо получилось. Долго я говорить ни о чем не буду. Вы, те, кто смотрели матч, сами все видели. Что здесь можно сказать? Первый дупль гранита Джаки. Это, конечно, большая редкость. Теперь я хочу подытожить в принципе сезон Арсенала. Многие, очень многие недооценивают Артету. Кучу комментариев получаю, где говорят, что Артета чуть не физдруг. Артета выбросил на ветер больше чем полмиллиарда фунтов и все остальное. Я хочу сделать акцент о том, что Арсенал в этом сезоне забил, забивает 88 голов. И это третий результат за всю историю АПЛ Арсенала. Первый этот сезон был 0-3-0-4. Вот этот безбашенный сезон, когда они сносили всех на своем пути. Потом еще был какой-то сезон или 98-й год или 99-й. И вот это третий. И это яркий пример того, что с командой все классно. Просто Арсенал не виноват, что они играют в одном чемпионате с Ман-Сити, с таким Ман-Сити, который сейчас просто-напросто набрал нереальные обороты. И ну как с ним можно конкурировать? Посмотрите на Лигу чемпионов. Никто ничего, ни Бавария, ни Реал, никто ничего в Ман-Сити сделать не могут, не в состоянии. Отсюда такие и результаты. Поэтому подытожа, Арсенал провел очень хороший сезон. Они очень долго были в обойме. Они очень долго шли на первом месте. И то, что некоторые принижают из-за слуги, это печально. Очень-очень круто. По поводу Вулса. Ну опять, команда не вылетает. Для них это уже хорошо. Команда не вылетает, команда будет готовиться к следующему сезону. Команда заканчивает АПЛ на 14-м месте. Следующий матч это Астон Вилла и Брайтон. Астон Вилла побеждает Брайтон со счетом 2-1. Здесь хочу сделать быстро акцент на Астон Вилле и подытожить. Да, когда пришел Унай Эммери, сразу было видно и сразу стало понятно, что это топ-тренер. Насчет топа это может звучит сильно ярко, но нет. В принципе, достаточно короткие сроки Унай Эммери настроил. И все восстановили. Игру приятно смотреть. Посмотрите, сколько они позабирали, поднимали, поджимали очков у сильных команд. И видно же, какая была остановила до прихода Унай Эммери. И что случилось после этого. Просто разница бросается в глаза. Брайтон тоже надежная команда. Все прекрасно знаете, что Брайтон в начале сезона покинул Поттер, перебрался в Челси. Который, в принципе, этот Брайтон так и вывел на такие хорошие места. И вместо Поттера пришел Дедзерби итальянец, который ничуть не хуже показал результаты. Очень достойный результат. Очень прекрасную, очень хорошую и прекрасную игру они показали в этом АПЛ. Сейчас непонятно, конечно, что с ними будет летом. Потому что команду, скорее всего, ну уже точно покинет МакКаллистер. И там еще два вопроса по поводу Кайседа. И по поводу, блин, забыл вот этого японца, который очень много и очень крутую игру показал в этом сезоне. Поэтому Брайтон занимает шестое место, седьмое место занимает Астон Вилла. Эти два клуба выбросили за борт Еврокубков сам Тоттенхэм. Который, в принципе, ну традиционно, если они даже в Лигу Чемпионов не выпадали, они всегда попадали последние там сколько-то сезонов. Они всегда были в Еврокубках. Здесь даже этого мы не увидели. Но это уже обуславливалось тем, что там в Тоттенхэме внутри очень все плохо. Невзирая на то, что Харри Кейн забил 30 голов в АПЛ, а команда занимает всего лишь восьмое место. И с этим ничего не поделаешь. Антонио Конте говорил и предупреждал, и почему он психовал. Ему не нравилась нетрансферная полига клуба, ему не нравилась сама дача, ему не нравилось то, как прессингуют футболисты Тоттенхэма. Он постоянно об этом говорил, напоминал, но из него делали какого-то дурачка или козла отпущения. Он психанул, ушел и говорит, все, разбирайтесь сами. В результате Тоттенхэм занимает восьмое место. Место, вместо четвертого места, как это было в прошлом сезоне. Интересный матч был Эвертон-Бормут. Эвертону нужна была победа, как воздух, чтобы остаться в премьер-лиге. И команда, в принципе, ну, команда играла просто на победу. Она вот примерно все силы положила на победу. Блестящий гол забил Докуре. Единственный гол в этом матче, там концовка была сложнейшая. И также хочу отметить, что Пикфорд спас свою команду. Если бы не сейв Пикфорда в конце матча, то Эвертон бы улетел бы в чемпионтшип. А так команда сохраняется в АПЛ. Это очень круто, потому что в следующем сезоне опять будет Мерсесайдское дерби. Эвертон-Ливерпуль. Это очень круто. Это всегда событие, даже невзирая на то, что там составы у Эвертона хуже. Вот эта вся атмосфера ливерпульская, она просто, ну, она просто волшебная. Поэтому это очень круто. Поздравляю фанов Эвертона. Ну, как, поздравляю. Здесь понятно, что поздравлять особо не с чем, но что не вылетели. Лучше его поздравлять с каким-то трофеем. Но это уже больше к руководству клуба. Нужно приглашать какого-то тренера. И нужно хорошо работать на трансферном рынке, чтобы бороться за зону Еврокубка. Вот, посмотрите на Санвилу, посмотрите на Брайтон и делайте выводы. Лестер обыгрывает Вестхэм, но это не помогает клубу. Они вылетают в чемпионшип и непонятно, что с ними дальше будет. Первое, это команду, скорее всего, покинет Мэдисон. И кто там еще остается? Там 2-3 лидера у них сейчас Юрий Тимли, Тилиманс. Ну, понятно, что у него, что он будет летом уже стать свободным агентом. Он уйдет. И еще 2-3 исполнителя, скорее всего, они не останутся в клубе. И здесь причина, самое главное, деньги. У владельца Лестера плохо сейчас с деньгами. У него бизнес пошел вниз после начала ковида. И вряд ли, но опять, исходя из информации британских СМИ, вряд ли он сейчас будет серьезно вкладываться в свой клуб. Короче, непонятно. Лестер знак вопроса. Хотя, очень-очень жаль. Я прекрасно помню, когда Лестер вышел в АПЛ. Это был сезон 14-15 с чемпионшипа. Они вышли, и они большинство, большую часть сезона, они провели на дне турнирной таблицы. И должны были там определенное время уже вылетать. Но за 8 туров они начали такой подъем до конца. И, в принципе, они тогда не вылетели. И уже на следующий сезон они выиграли АПЛ. Вот это вот мой... Ну да, это мощный состав. Это сказочный состав. Варди, Морес, Канте. Очень был крутой состав. И не менее крутой был тренер. Клаудио Раньери. Вышли они тогда в Лигу чемпионов. Даже вышли из группы в Лиге чемпионов. По-моему, даже они прошли... Кто-то там попался в стадии плей-офф. Они даже... По-моему, это было Севилья. Они прошли Севилью. И потом попали, по-моему, на Атлетика Мадрид. И только вылетели от Атлетика Мадрид. Жалко, конечно, Лестер. Но АПЛ это... Это безжалостный марафон. Здесь кто только-только начинает ослабевать все... Ну, те сразу вылетают. И для АПЛ это нормально. Дальше. Тоттенхэм обыгрывает лиц на выезде 1-4. Ну, опять. Тоттенхэм, я уже говорил, они на восьмом месте. И там, чтобы ставить какие-то задачи перед командой. Там попасть в топ-4. Попасть в Лигу чемпионов. Но нужно очень хорошо работать на трансферном рынке. Нужно приглашать нормального тренера. Нормальный сейчас тренер, ну, на Гельсман отказался идти. Короче, фиг туда затянешь нормального тренера. Особенно после вот этого поступка Конте. Конте уже просто такие, ну, обозначил все, что творится внутри клуба. И, опять, это такой хороший-хороший звоночек руководству клуба. Ну, надо кардинально менять свое мировоззрение. Потому что прибыль это одно. Но если вы хотите, если вы требуете что-то от футболистов и от клуба, то вы должны в это вкладываться. Фулхэм также, вернее, не Фулхэм, Лидс, также вылетает. Очень-очень жаль. Ну, опять. Но это команда, которая играет в бей-беги. И для АПЛ это нормально. Большое количество команд мы видели, которые играют в бей-беги в определенных сезонах. У них это получалось. А в некоторых сезонах они вылетают. Ну, попадают теперь они опять в чемпионшип. И будут бороться уже за то, чтобы на следующий сезон опять выбраться из чемпионшипа в АПЛ. Эмью побеждают у Фулхэма со счетом 2-1. Но, опять, этот матч некого турнирного значения не имел. Эмью остается на третьем месте. И Фулхэм остается на десятом месте. В принципе, ничего там в турнире и таблице никуда, ни на что не сдвинулось. Подытожа, Эмью хороший сезон провел. Относительно хороший сезон. Сейчас у них еще будет финал с Ман-Сити. Финал Кубка Англии. Даже если не проиграет этот финал против Ман-Сити, сезон был очень неплохой. Даже, я скажу так, что сезон у них был такой, как бы, перестройки. Он в процессе еще перестройки. Но, опять, здесь это применимо к многим клубам. Особенно топовой части турнира таблицы. Здесь нужно, опять, хорошо летом работать, смотреть, убирать все ненужное из команды. Гарри Магуайра однозначно нужно убирать. Я очень удивлюсь, если он останется в команде. Хотя бы куда-то в аренду. Хотя бы. Понятно, что вы за него выложили 80 миллионов в свое время. Но это уже, это действие, этот поступок нужно от себя уже отпустить. И двигаться дальше. Явно же видно, что это не уровень МЮ. И если вы хотите, как они говорят, в следующем сезоне, бороться за чемпионство в АПЛ, то у Магуайра там быть вообще не должно. Саунгемптон выдал прекрасный матч при родных трибунах. 4-4. Очень круто. Без запросов. Но Саунгемптон вылетает. Ну, это было уже известно, сколько там еще 2-3 недели назад. Это было известно, что Саунгемптон вылетает. По-своему тоже жаль клуб. Ну, опять, это нормально. Только-только спад. Они получили Саунгемптон, Лидс и Лестер такими явными аутсайдерами. Если у Лестера еще были какие-то шансы, то у Саунгемптона шансы уже были, как я раньше сказал, еще там 2-3 недели назад минимальные. Сказать, они будут бороться опять за то, чтобы выйти в АПЛ. Саунгемптон покидает Тео Волкотт. Это экс-футболист Арсенала и сборной Англии в качестве свободного агента. Но это нормально. Клуб вылетает и футболисты, особенно у которых контракт заканчивается, они не хотят играть в чемпионтшипе. Они сейчас будут искать какое-то предложение из АПЛ. Возможно, даже те клубы, которые сейчас выйдут в АПЛ, возможно, кто-то его и подпишет. Ну, об этом мы уже узнаем летом. И последний матч. Челси играют 1-1 с Ньюкаслом. Опять, никакого турнирного значения этот матч не имел. Ньюкасл закрепился на четвертом месте в зоне Лиги Чемпионов. Мало кто от них такого ожидал. Да, все понимали, что это самый богатый клуб мира. Все понимали их финансовые возможности. Но все же видели вложения, трансферы и все остальное. И было понятно, что клуб, возможно, не попадет в Лигу Чемпиона в этом сезоне. И ничего страшного, так как они медленно, но уверенно идут в свои цели. Но нет, Эдди Хау доказал, что он способен тренировать вот этот состав Ньюкасла. Ну и, в принципе, приятно за то, что владельцы так мудро распоряжаются финансами по отношению к Ньюкаслу самому. Потому что не покупается, не скупается все, что блестит. И все. И в команде атмосфера профессиональная. Нет таких ярко выраженных звезд. И команда занимает четвертое место. Поэтому они попадают в Лигу Чемпионов. Последний раз они попадали в Лигу Чемпионов. Это был сезон 2002-2003. 21 год назад. Поэтому, ну, все возвращается. Только непонятно, через какое время. Челси. Вот за Челси, конечно, просто печально. Во-первых, сам тот факт, что лучшим футболистом Челси был признан 38-летний защитник Тиаго Силва. Это уже, конечно, о чем-то говорит. Разница забитых пропущенных голов тоже ужасная. 38 забито, 47 пропущенное. 12 место. Ну, просто печально. Что я хочу еще подытожить. Челси последний раз по итогам сезона АПЛ не попадал в первую десятку 26 лет назад. Такой конкретный антирекорд. Ну, ладно бы. У них не было трансферных окон, диких вложений. А то нет. Потратили больше, чем полмиллиарда. И такой вот результат. Объявили уже, что новым тренером будет Маурисио Почетино. Опять большой знак вопроса. Мне-то хочется, чтобы в команде все настроилось. Но непонятно. Возможно, я этого боюсь. Но, возможно, Почетино не вывезет уровень Челси. Просто немножко окунуться в предысторию. Почетино когда-то до Туттенхема тренировал Саундгемптон. И с таким относительно несильным Саундгемптоном они заняли восьмое место. И сразу на него обратили внимание владельцы Туттенхема. Пригласили его. И там уже начал он строить вот этот Туттенхем, который он уже выводил в финал Лиги Чемпионов. Но от Тоттенхэма не требовались, не было таких прямо требований, как от Челси. То есть там не было прямо выходи в финал Лиги Чемпионов, будь там постоянно в топе. На что им было приятно, что он выводил команду в топовую часть турнира таблицы. Но согласитесь, ожидания от Тоттенхэма или требования к тренеру Тоттенхэма и Челси, они совершенно разные. И мне Почтина немножко напоминает Поттера, который тоже относительно недавно тренировал Брайтон. Тренировал очень так успешно, такой достаточно средний состав, он его выводил. Определенное время они были даже в зоне Лиги Чемпионов. И эти тренеры так достаточно похожи друг на друга. Я вот побаиваюсь, что Почтина не повторил судьбу Поттера. Очень-очень хочется, чтобы Челси вышел на нормальный уровень, чтобы в команде все настроилось, чтобы Михаил Мудрик играл в нормальной структуре, чтобы просто в клубе было все в порядке, а не вот это все, что мы наблюдали в этом сезоне. Мне очень даже не понравился один игровой момент в матче с Ньюкаслом, когда напали на Энса Фернандеса, футболиста Ньюкасла. И Энса смотрит по сторонам, и его даже партнеры Челси его не поддерживают. Обычно как? Обычно кто-то на кого-то нападает, и сразу бежит защита. Бегут там 3-4 футболиста на защиту. Здесь нет, здесь вообще никто не заступился за Эрнандеса. И это явно так ярко отображает ту атмосферу, которая творится внутри клуба. Там все очень и очень плохо. И это все очень-очень плохо, это все нужно срочно настраивать. В Бундеслиге уже все стало понятно. После этого уикенда Баруся Дортмунд, которой нужна была победа дома над Майцем, не знаю, то ли они переволновались. Я не знаю, что с ними случилось. Они пропустили в первом тайме два гола. Во втором тайме им удался камбэк, конечно, но этого недостаточно. Нужна была просто победа, и все. Бавария была бы на втором месте. Бавария в параллельном матче против Кёльна одерживает тяжелую победу на выезде. По ходу матча был счет 1-1. В конце матча забивает Муссиала, которому нужно ставить памятник. И таким образом Бавария забирает очередное чемпионство. Очень-очень близка была Баруся, но нужно было просто выиграть последний тур. Это они не сделали, а футболисты Мюнхенской Баварии это сделали. Соответственно, Бавария чемпион. Дальше, PSG тоже празднует чемпионство во Франции. Правда, Лео Месси не поехал на церемонию награждения. Лео Месси поехал в Барселону на концерт одной из своих любимых групп Coldplay. Там его, естественно, узнали фанаты Барселоны. И ему пришлось долго раздавать автографы. В серии А еще один тур, и в Ла Лиге еще один тур. В Ла Лиге там будет интрига. Второе, третье место. Мадридский Реал сейчас на втором месте. И Атлетика Мадрид на третьем месте. Но здесь шансы лучшего Мадридского Реала. Потому что, блин, с кем они играют, я не помню. А вот футболисты Атлетика Мадрид играют на выезде против Вилья Реала. Там, правда, в Вилья Реалу ничего уже не нужно. Для них этот матч не будет иметь никакого турнирного значения. И здесь вот эта интрига. Второе, третье место. По поводу серии А. Ну, что подытожить. Интер и Милан попадают в зону Лиги Чемпионов. Что еще там два или три месяца назад казалось такой, ну, сенсацией. Учитывая их форму и игру на тот момент. Ювенду занимает седьмое место. С учетом того, что они были оштрафованы на семь пунктов. У них сейчас 59 пунктов. Если бы у них не забрали 10 пунктов, у них бы было 69 пунктов. И таким образом они бы занимали третье или четвертое место. И таким образом Милан бы не попадал уже в Лигу Чемпионов. Милан не понравилось мне, как он провел этот сезон. Я после прошлого сезона предвкушал, что у Милана будет такой поярче сезон. Но здесь было очень много травм. Здесь были проблемы с новичками, которые просто-напросто не влились в команду. И все это, конечно, сыграло с клубом такую своеродную злую шутку. Поэтому Наполе чемпион, второе место у Лацио, третье место у Интера, четвертое место у Милана. Сегодня будет интереснейший матч финала Лиги Европы, где Рома будет встречаться с Сивилией. Сивилия, которая ни разу не проигрывала в финале Лиги Европы. И Жозе Мауринио, тренер Ромы, который ни разу не проигрывал в финале Еврокубков. И кто-то из них, естественно, сегодня должен будет проиграть. Если понравилось это видео, поставь, пожалуйста, лайк. Это поможет продвижению канала. Теперь вопрос к вам. Сумеет ли удержать Мадридский Реал второе место в турнирной таблице Ла Лиги? Жду ваши комментарии и аргументы.